Девушки отдыхают Наш прекрасный комментатор шахмат Сергей Шипов Ну и наконец самый молодой гроссмейстер в истории И претендент на звание чемпиона мира по шахматам Сергей Корякин Здравствуйте уважаемые Добрый вечер Итак действительно мы здесь собрались по особенному поводу Все меньше времени остается до главного турнира этого года Возможные десятилетия Российский шахматист будет бороться за корону Он будет бороться за титул С обладателем этого звания Магнусом Карлсом, норвежским гроссмейстером Ровно через месяц они будут сидеть уже в Нью-Йорке Будут уже готовиться к первым партиям Сергей остается все меньше времени Вот остался месяц Как вообще мандраж? Первый ведь будет такой титульный поединок Ну да действительно остался всего лишь месяц Ну особого мандража я не испытываю Потому что все-таки я очень часто играл в каких-то известных соревнованиях Очень часто приходилось выигрывать по заказу Часто приходилось играть в решающей партии Поэтому я в принципе спокоен Вот буквально уже через 10 дней я вылетаю на свои последние сборы В Майами Которые будут проведены при поддержке Российской шахматной федерации Вот хотелось бы сразу же выразить свою благодарность Андрею Васильевичу Филатову И соответственно оттуда Из Майами Я полечу сразу же в Нью-Йорк Не возвращаясь в Москву У меня будет такая акклиматизация Я надеюсь что я полноценно проведу этот Этот последний сбор И уже выйду на пиксель формы Андрей Васильевич Реально ли сейчас выиграть у Карлсона? По-вашему и может ли Сергей стать новым чемпионом мира? Я бы хотел уже добавить Что Сергей был уже чемпионом мира По блицу По быстрым шахматам По быстрым шахматам И Карлсон мечтал стать тогда И у него не получилось И Сергей уже вошел в историю шахмат Будучи самым молодым гроссмейстером в мире По-моему на год раньше чем Ну да Примерно на полгода И поэтому Мы делали свою работу И верим что наш труд Через Небольшой период времени Мы результаты труда увидим Сергей Ваша оценка сейчас за месяц До старта этого матча Примерные шансы на победу? Практически все эксперты говорят Что Магнус Карлсон фаворит И я тоже придерживаюсь Такой точки зрения Но эта ситуация очень выгодна Для Сергея Потому что Он может раскрепоститься И может играть Спокойно Показывая все на что способен И над ним не давлеет Вот эта непременно Такая необходимость Общественная Необходимость побеждать Я считаю что С психологической точки зрения Это для нас очень хорошо Эльмер я знаю что ты подготовил Прекрасное превью к матчу Карекин Карлсон Давайте его посмотрим И после этого продолжим наш разговор Определять сильнейшего Гроссмейстера планеты Именно в матчевом противостоянии Давняя традиция в шахматах Были и прошли те времена Когда Международная шахматная федерация Для выявления чемпиона мира Проводила турниры По олимпийской системе После вернулись к тому Что определять шахматного короля Нужно именно в матче Поединки за звание чемпиона мира По шахматам Проходят раз в два года Последний матч состоялся в Сочи В 2014 Магнус Карлсон выиграл у Вишванатана Ананда И сохранил титул Чтобы бросить вызвать чемпиону мира Надо успешно выступить не в одном А в нескольких турнирах С этой задачей Карякин справился Путь российского шахматиста был полон испытаний В 2015 в финале розыгрыша Кубка мира Он уступая Петру Свидлеру со счета 0-2 Смог вернуться в игру и выиграть матч В 2016 турнир претендентов проходил в Москве Но несмотря на свое поле Карякина немногие называли Претендентом на победу Но в начале соревнований Своей игрой россиянин доказал Он готов подниматься на новые вершины Карякин доказал, что он непрост Что он может отобраться к чемпионату мира Но, конечно, Магнусак большой фаворит И должно случиться небольшое чудо Чтобы Карякин выиграл Но, конечно, учитывая, что это один матч Что всего 12 партий Что, конечно, много Но не как раньше, когда играли месяцами Все может быть Но вопрос, кто фаворит, ответ очевиден Взяв последний барьер, Карякин завоевал право Бросить вызов Магнусу Карлсону Их противостояние начнется в Нью-Йорке через месяц Поединок состоит из 12 партий Победит тот, кто наберет 6,5 очков В случае равенства Карякин и Карлсон продолжат игру Но уже на тайбрейке В партиях с укороченным контролем времени Призовой фонд матча в США – миллион евро Считаю, что очень многое будет зависеть от дебютной стадии Поскольку в игре, скажем, примерно равных позиций При всем моем уважении к Сергею Магнус объективный, я думаю, что все-таки лучший в мире Но Сергей, по идее, должен его превосходить в дебютной подготовке Мне кажется И если ему удастся Магнуса цеплять раз за разом Особенно в белых партиях Понятно, что черными не приходится говорить о том, чтобы кого-то цеплять Но если ему удастся постоянно вставить Магнуса перед дебютными проблемами То тогда будет чрезвычайно неясным То есть матч в любом случае, я думаю, будет неясный Но очень многое будет зависеть от того, как дебютная фаза сложится Организаторы поединка в Нью-Йорке обещают Превратите шахматный матч в настоящее шоу Впервые будут использованы дополнительные камеры обзора Они позволят зрителям, наблюдающим за партиями, дистанционно ощутить эффект присутствия Болельщики, которые придут в игровой зал Услышат комментарии гроссмейстеров Стоимость входных билетов на матч Карлсон-Корякин стартует от 75 долларов Это матч, который впервые проходит, ну скажем так, для поколения смартфонов Оба игрока, они, ну по сути, тинейджеры Им обоим по 26 лет Это самый молодой матч в истории Соответственно, мы ориентируемся не только на стандартных, что называется, любителей шахмат Но и на их сверстников и тех, кто моложе Поэтому для тех, кто как раз таки через интернет следит за чемпионатом мира Мы подготовили массу сюрпризов Начиная с того, что многие, кто использует смартфоны Смогут почувствовать, как это находиться непосредственно на игровой площадке Через технологию виртуальной реальности Итак, это было мнение Гроссмейстеров о предстоящем противостоянии Все-таки говорят, что матч будет неясным Будет фаворит Магнус Карлсон Сергей, вот вам довелось много очень комментировать разных поединков Разных чемпионатов мира Вот, что, по вашему мнению, будет очень важно? Может быть, вы что-то заметили, вот комментируя? Потому что находитесь очень близко к ним, Гроссмейстерам Конечно, очень трудно сравнивать разные матчи Потому что разные участники, разные личности, разные психологии и разный возраст Но, например, если сравнивать 3 года назад Точнее сказать, 4 года назад Мы комментировали матч шахматистов, которые были на пятом десятке лет А сейчас соединутся действительно молодые люди, более энергичные Люди, за которыми будущее И, конечно, этот матч, я думаю, будет более интересным Более живым и более эмоциональным Так что, а победит тот, кто проявит именно свои самые лучшие качества Покажет тот самый максимум, который, может быть, доселе был ему недоступен Сергей в своих интервью в последнее время говорил, что для успеха необходимо показать свой максимум Но вся штука в том, что никто из нас не знает своего максимума И Сергею просто предстоит его, наконец, показать то, чего мы не знали раньше Вот это очень интересно Сергей, вы знаете свой максимум? Нет, свой максимум я думаю, что я его не достиг И поэтому у меня еще есть к чему стремиться А на турнире претендентов, может быть, вы как раз были близки? Потому что там как раз и яркая игра, и вот эта невероятная жертва в последнем туре в решающей партии Ну я был близок, но все-таки даже в турнире претендентов, если посмотреть внимательно мои партии, там все-таки были ошибки То есть, несмотря на первое место, мою игру все-таки еще можно было усиливать, тем более я одну партию там проиграл А все-таки всегда мы всех хотим совершенства какого-то, и вот к этому совершенству нужно стремиться Андрей Васильевич, если говорить об организации, я посмотрел 30 ноября, в день, когда теоретически может закончиться матч за Первенство Мира В день рождения Магнуса Карлсона, ему исполнится 26 лет Можно представить, что он так все специально подставил, подстроил, чтобы получить подарок на день рождения в виде победы на Сергея Макарякина? Я надеюсь, что не настолько у него большое влияние, чтобы влиять на сроки организации матча Там много еще других интересных дат Там как раз заканчиваются выборы в США, и на следующий день стартует матч на Первенство Мира Поэтому здесь много таких... А кого поддерживают Дональд Трамп и Хиллари Квинтон? Известно ли? Они были приглашены оба, насколько я знаю На открытие, да? Да, да, да Но я не знаю, насколько... Придет, видимо, только тот, кто выиграет И, насколько мы знаем, их представили с большим интересом И сказать, что если будет победа, вероятность того, что на открытие матча, возможно, кто-то и будет из них Сергей, вы с Карлсоном многократно встречались, еще и в детском возрасте, в юношеском, во взрослом Выиграли, насколько я помню, всего один раз Давайте вспомним эту победу и может ли ее опыт как-то помочь уже в матче на Первенство Мира Ну да, я выиграл всего один раз, но зато я выиграл, когда он уже был сильнейшим шахматистом мира По крайней мере, по рейтингу у него уже был заоблачный рейтинг Плюс в той партии он играл белым цветом И поэтому победа, конечно, стоила очень дорого, но я очень рад, что мне удалось его выиграть, конечно Итак, а сейчас мы познакомимся поближе с шахматистами Сергеем Корякиным и Магнусом Карлсоном А после этого продолжим обсуждение в студии с гостями Магнус Карлсон родился 30 ноября 1990 года в Норвегии В шахматы будущего чемпиона мира научил играть отец Хенрик Карлсон всегда был большим любителем интеллектуальной игры и даже выступал на турнирах Обучившись передвигать фигуры, Магнус с ними не расставался В шахматы увлекли его полностью В 8 лет Карлсон-бладший обыграл своего отца И тогда семья решила связать свою жизнь с этой игрой Хенрик и Магнус ездили по турнирам, где мальчик неизменно одерживал победы В 13 лет Магнус по своему собственному признанию сыграл судьбоносную партию с 13-м чемпионом мира Гарри Каспарова Встреча в быстрые шахматы закончилась в ничью С тех пор Карлсон выиграл десятки турниров, но главные в 2013 году Тогда еще будучи претендентом, Магнус одолел чемпиона мира Вишванатана Ананда С тех пор норвежец не снимает корону Он также был чемпионом мира по быстрым шахматам и плицу Уже несколько лет норвежец уверенно возглавляет рейтинг-лист Его стиль игры некоторые специалисты называют удушающим Карлсон, получив небольшой, но стойкий перевес, может часами проверять соперников на прочность Испытания выдерживают немногие В последнее время Карлсон не раз говорил о том, что хочет сделать свою игру более динамичной Чтобы уверенно чувствовать себя как в нестандартных положениях, так и в спокойных ситуациях Сергей Карякин родился 12 января 1990 года в Симферополе В пять лет Карякину уже было не оторвать от шахмат Научившись играть, он сначала выиграл у своих сверстников А в 12 лет вошел в книгу рекордов Гиннесса, став самым молодым гроссмейстером планеты Ворваться в шахматную элиту Карякину помогли талант и трудолюбие Сергей занимался по 7-8 часов в день В 2009 году Карякин принял решение переехать в Россию Он сменил федерацию и с тех пор выступает под российским флагом В составе нашей сборной он также выступает на всемирных шахматных олимпиадах На последних играх в Баку Карякин играл на первой доске и помог команде завоевать бронзу Карякин прочно закрепился в мировой шахматной элите И сейчас по рейтингу входит в десятку сильнейших гроссмейстеров планеты Его стиль игры отличает позиционная постановка партии и умение вовремя сменить ритм Перейдя от спокойной тактики к агрессивным действиям Карякин не скрывает секрет его успеха не только постоянная работа над шахматами Но и серьезная физическая подготовка Он любит играть в футбол, занимается плаванием и много гуляет Своей задачей Карякин называет возвращение шахматной короны в Россию Для достижения этой цели гроссмейстер уже выиграл два сложных турнира Кубок мира и турнир претендентов Остался еще один Вообще после просмотра вот этих профайлов создается ощущение, что Сергей Карякин это человек А Магнус Карлсон это робот, инопланетянин, что-то такое Сергей, вот вы знаете его давно Какой он в жизни? И насколько действительно можно с ним бороться с человеческой точки зрения? Ну на самом деле я конечно знаю его очень давно И я могу сказать, что в жизни он самый обычный парень Ну а что касается шахматной доски, то конечно можно сказать, что это профессиональный убийца Скажем так Он когда садится, он хочет тебя обыграть Ну или по крайней мере выжать из позиции максимум Ясное дело, если он стоит хуже, то он хочет как-то соскочить Но уже если ему приставился шанс, то он обязательно захочет тебя обыграть Конечно у всех нас есть за доску инстинкт убийцы Но у него это выражается особенно Андрей Васильевич, с тех пор как Сергей выиграл турнир претендентов Прошло уже время и многое сделано, я знаю, что для подготовки претендента Вот как Российская шахматная федерация помогала, как это все было организовано? Мы не все секреты будем раскрывать, как вы понимаете Мы, ну большой коллектив трудился над подготовкой Сергея И низкий поклон нашим спонсорам, которые помогали и федерации, и Сергею Сергей в техническом аспекте вооружен полностью Сейчас в шахматах нельзя ничего добиться без суперкомпьютеров И полностью технически он обеспечен Министерство спорта представило площадку для качественных сборов Поэтому спасибо спонсорам, спасибо тренерскому штабу В любом случае за все отвечает кто? Тренерский штаб И мы надеемся, что наш труд, он будет реализован, как мы и запланировали Ну и спасибо Сергею Корякину за то, что он у нас есть Сейчас небольшая реклама на Матч ТВ После нее вернемся в студию программы «Реальный спорт» И продолжим разговор о шахматах Это программа «Реальный спорт» Сегодня говорим о шахматах У нас в гостях претендент на звание чемпиона мира Сергей Корякин Все меньше времени остается до матча за звание чемпиона мира по шахматам Последний матч за звание чемпиона мира был два года назад в Сочи Между Виши Анандом и Магнусом Карлсоном Сергей, если вернуться в то время Стал ли сейчас Карлсон сильнее по сравнению с самим собой двухлетней давности? Я думаю, да У него был некоторый игровой кризис И какое-то легкое пресыщение успехами И вот этот кризис в прошлом году, на мой взгляд, Магнус преодолевал Но сейчас, на мой взгляд, он в полном порядке И, в общем-то, играет, пожалуй, сильнее, чем когда бы то ни было У него есть достаточно большой опыт Он стал взрослым человеком Он уже пережил вот эти все, не сказать, что болезни молодости Но вот какие-то все те мели, на которые обычно садятся молодые шахматисты Он уже их прошел, преодолел Так что сейчас это человек в самом расцвете сил И, конечно, надеяться на подарки с его стороны нам не приходится Но, может быть, это как раз хорошо для Сергея В том смысле, что вам удалось ведь у него выиграть как раз, когда он был на пике формы Ну да, если, по крайней мере, смотреть по рейтингу, он уже был номером один Поэтому, в принципе, для меня чем сильнее вызов, тем мне интереснее Но, с другой стороны, конечно, в этом есть и свой риск Но тем интереснее Вы говорили о том, что действительно ваша цель вернуть шахматную корону в Россию Ее не было здесь довольно давно С Владимира Крамника Но если вспомнить вообще все имена чемпионов мира по шахматам На кого вы ориентировались? Кто ваш кумир, если брать вот эту историю? Ну, как такового кумира у меня нет В детстве мне нравились партии Александра Алехина Можно сказать, я на них учился Особенно запомнился его матч против ХСРУ или Капабланки И, кстати говоря, в том матче все называли Капабланку явным фаворитом А победил в итоге практически без брейлбе Да, Алехин Поэтому я, в принципе, не вижу ничего невозможного И просто мне нужно гнуть свою линию И победа придет Александр Алехин первый российский чемпион мира по шахматам Хотя официально он считается, наверное, французским чемпионом мира Но, тем не менее, мы-то его считаем, естественно, своим Давайте посмотрим на имена этих людей Еще раз вспомним тех, на кого в том числе ориентируется и Сергей Корякин Ну, вот у Вильгельна Стенница у нас США указана как страна Вообще он, конечно, был человеком мира Первый чемпион мира по шахматам Затем Амонель Ласкер, Хасара Улька-Пабланка И вот Александр Алехин, который стал в 1927 году чемпионом мира И это единственный чемпион мира, который умер непобежденным В 1946 году это случилось Ну и дальше доминация практически полная СССР За исключением периода Роберта Фишера И вот с 2007 года, когда Владимир Кравник уступил Виши Ананду Мы не чемпионы Можно ли сказать, что сейчас некий ренессанс российской шахматной школы наблюдается Или все-таки Сергей Корякин это такой человек в себе То есть не то, чтобы он продукт какой-то большой системы Нет, ну результаты есть Мы выигрывали и Олимпиаду, и берем медали Популярность шахмат растет И не случайно, что Сергей сражается за главный титул в мире И он, надеюсь, нас порадует У него вариантов просто нет Конечно же, напомним, что последним из россиян, кто боролся за шахматную корону И кто был ее обладателем, это был Владимир Крамник Он встречался в своем поединке с Вишим Анантаном Анандом И, конечно же, к сожалению, к сожалению, Владимиру Крамнику не удалось удержать корону Конечно, тут поединок складывался тяжело для обоих соперников Сергей, вы ведь наверняка следили за этим матчем Нет, ну конечно следил В принципе, практически все матчи на первом мире Которые проходили, скажем так, при мне И я их помню практически каждую партию могу вспомнить Поэтому для меня это, ну... Опыт? Да, как, я не знаю, как очень наш Вы, естественно, болели за Владимира Или в шахматах не всегда болеешь за своего Может быть, болеешь за сильнейшего Нет, все-таки практически всегда у меня были какие-то пристрастия Да, я, безусловно, болел за Крамника Но все-таки он россиянин И мы как-то с ним больше поддерживаем отношения Чем с Анантаном, в частности, он и мне давал сейчас какие-то советы Перед матчем с Крауссоном Поэтому, конечно, я болел за него Сергей, по-вашему, можно сравнивать Крамника и Корякина? Похожи ли они в чем-то? Нет, это совершенно разные люди, совершенно разные шахматисты Но Сергей, конечно, многому научился у Владимира И, конечно, они много общались и тренировались вместе Я надеюсь, что Владимир передал то ценное, что у него было для борьбы в Нью-Йорке Ну, например, если мы вспомним матч 2008 года, то там, по большому счету, Крамника подстарегали дебютные катастрофы Именно в дебютном плане Владимир тогда не смог подготовиться должным образом И соперник, ну, действительно, уже на старте преподнес несколько очень серьезных таких сюрпризов И Крамник не справился Я надеюсь, что сейчас ситуация повторится с противоположной стороны И мы уже свои глубоководные мины Дебютные мины Под чемпионский линкор подставим И, соответственно, произойдет то, чего так мы все ждем Вот так вот Оказывается, и шахматы можно комментировать столь поэтичным языком А, Сергей, все-таки дебютные мины Вот единственная ли слабость у Магнуса Карлсона это дебюты? Или вот он немножечко уже сгладил этот момент? Нет, ну, это, можно сказать, вопрос такой двоякий Потому что, с одной стороны, да, у него не всегда удачно получается в дебюте С другой стороны, у него широчайший дебютный кругозор И он может сыграть практически любой дебют Ну, и невозможно все дебюты там закрыть или пересмотреть Ну, как бы всегда будет борьба за доской То есть невозможно так вот прийти и выиграть прям с дебюта против чемпиона мира Нет, все равно в любом случае будет борьба Будет серьезная борьба Ну, естественно, победит сильнейшая По-другому быть не может Об этой борьбе не только поговорим сразу после небольшой паузы На канале Матч ТВ Ни в коем случае не переключайтесь Это программа «Реальный спорт» Сегодня наш прямой эфир посвящен шахматам И мы говорим о стартующем 11 ноября матче за первенство мира Между Магнусом Карлсоном и Сергеем Карякиным, который присутствует в этой студии Итак, Сергей, сейчас поговорим о допинге В шахматах он существует ли вообще? И вообще, когда проводятся матчи на первенство мира, как это все выглядит? Есть ли представители ВАДы? Есть ли вообще договор у Международной шахмата Федерации с ВАДой? Да, все это существует У нас берут тест на допинг-контроль В частности, на последний всемирный шахмат олимпиаде Я его сдавал Надеюсь, что это было удачно Потому что, по крайней мере, мне никто ничего не говорил после этого Вроде бы тишина Так что вроде бы все нормально Но, в принципе, так как шахматисты хотят так же попасть в олимпийскую семью По крайней мере, так декларируется в ФИДе То мы вынуждены соответствовать всем этим требованиям Андрей Васильевич, а какие вообще проблемы еще могут быть связаны с матчем за первенство мира? Потому что наверняка же вы, как президент шахматной федерации, оберегаете Сергея от всего Может быть, он сейчас узнает что-то новое, что его ждет там, в Нью-Йорке Знаете, там в Америке сейчас очень большие антироссийские настроения Такая компания медийная, ну, вы, наверное, все в курсе И, соответственно, мы надеемся, что нашего матча это все не коснется Но надеемся, что там будет дружественная среда Там многие болеют за Сергея Но есть и другие люди, которые крайне негативно настроены к России Поэтому мы ожидаем разных сюрпризов Но мы работаем с организаторами И ко всему готовы? Ну, ко всему там сложно быть готовым, но работаем Сергей, вот вы комментировали невероятное количество матчей В том числе, которые проходили и в Штатах Вот, как по опыту, кто вот из шахматистов наиболее устойчивый? Потому что, когда идет противостояние, очень долгое соревнование Особенно раньше, когда эти матчи проходили по несколько месяцев Как вот не сломаться, кто вот самый устойчивый? Я не совсем понял связь между Соединенными Штатами и устойчивостью Ну, если будет давление, оказывается А если будет давление, да Но тут все зависит от того, насколько человек умеет уходить в себя И абстрагироваться от внешних проблем Потому что шахматы требуют полной концентрации И о шахматах шахматист думает 24 часа в сутки И поэтому отвлекаться и каким-то образом свою нервную систему Перегружать ни в коем случае нельзя Поэтому как раз я надеюсь на то, что Андрей Васильевич и вся наша команда Сделают так, чтобы у Сергея не было никаких проблем Вот, ну, а что касается вот места, обстановки, где проводится Я напомню, что родные стены очень часто мешают шахматистам Например, в советские времена шахматисты из-за Кавказа Когда там происходили чемпионаты Советского Союза Они там никогда не могли выиграть Потому что родные стены за них болели Все говорили, давай, давай А, значит, субпостаты должны проиграть Так вот, это никогда не помогало Шахматистам действительно нужна концентрация в самом себе И наоборот, когда находишься в других странах Иногда, как ни парадоксально, удается это сделать гораздо легче Например, у нас был матч на первенство мира Между Топаловым и Анандом Который приходил в Софии, в Болгарии И, соответственно, многие думали, что Болгарские стены помогут Топалову Ничего подобного Как раз Ананд себя чувствовал более уверенно И на финише матча показал себя более спокойным И устойчивым бойцом В то время как Топалов перенервничал Так что я надеюсь, что Если мы даже будем рассматривать Нью-Йорк Как некую территорию соперника Как говорят, что Калс Он все-таки представитель западного мира Если мы так с политической точки зрения К этому подойдем Я надеюсь, что Сергей как раз Будет чувствовать себя там Человеком В тылу соперника И будет делать свое дело В то время как хозяева площадки Ну, могут, не знаю, там Заниматься своими делами И, может быть, они сами помешают Магнусу Калсу Но вы понимаете, что Прежде чем говорить об этом Надо посмотреть, как там На самом деле все будет Я тоже надеюсь, как Андрей Васильевич Что в реальности Все эти опасения окажутся беспочвенными И мы там увидим настоящую Спортивную рыцарскую борьбу Без примеси политики Итак, о том, насколько важна Вообще психологическая устойчивость Для шахматистов Особенно в титульных поединках Мы спросили у спортивного психолога Ольги Тюновой Есть разные подходы В оценке вот этой шахматной дуэли Насколько соперники влияют друг на друга Ну, вот, на мой взгляд Что чем лучше шахматист Умеет ставить вот эту Условную стеклянную, так сказать, перегородку Когда не видно Ну, видно хорошо Но не слышно, да И не чувствуется соперник И, в частности, его состояние Тем лучше Есть ситуация, есть ты И есть твое состояние Вот это гораздо важнее Ну, интересно, действительно Насколько может психолог помочь шахматистам? Сергей, у вас есть свой психолог С которым вы советуетесь Или решаете свои проблемы сами? Ну, я всего перед матчем Раскрывать не могу Но я могу сказать, что у меня бригада большая И это именно действительно полноценная делегация Со мной едет в Нью-Йорк А сколько человек? Ну, человек Я вот скажу Около десяти Плюс-минус я говорить не буду Плюс-минус десять, да? Да-да-да Но, естественно, это большая делегация И, естественно, снова хочется поблагодарить И российских шахматных федераций И моих спонсоров Которые очень меня поддерживают И без которых это было бы очень тяжело осуществимо Интересно, больше ли людей у Карлсона в команде? Или тоже плюс-минус десять? Ну, тоже стараются не афишировать Не именно тренеров Мы можем никогда не узнать ответ на этот вопрос Сергей, вообще тяжело ли абстрагироваться? Все-таки ведь с Магнусом Карлсоном Вы ведь и в личной жизни общались Я даже знаю истории Может быть, даже ходили вместе на дискотеки Там какое-то время назад Насколько вот сейчас вот с тех времен Как вы стали претендентом на звание чемпиона мира Ну, на дискотеки, наверное, уже точно не ходите вместе? На дискотеки не ходим И вообще я могу сказать, что я после турнира претендентов Не посетил ни одной дискотеки Это безобразие Сергей, а как же отдыхать, расслабляться? Я думаю, что после матча у меня будет время И на дискотеке тоже, да? Да, да, да Мы просто видели, что Карлсон играет футбол с игроками мадридского Реала Вообще какой-то такой светской жизнью время от времени живет Вы в этом смысле немножко более закрытый человек, да, наверное? Ну, дело не в том, что я закрытый Например, вы вот меня позвали Я сразу же пришел За это большое спасибо, кстати Да, да Я это к тому, что, в принципе, я никогда не отказываюсь от каких-то светских мероприятий Но просто, если сравнить меня с Карлсон, то в Норвегии это один из самых известных людей И его все узнают, все на улице Он национальный герой Как бы, все-таки у нас в России очень много великих спортсменов Очень много олимпийских чемпионов, чемпионов мира Поэтому я, как бы, даже если я стану чемпионом мира, я все равно буду одним из каких-то Мне кажется, вот эта задача, как раз шахматной федерации В случае, если Сергей Карякин станет чемпионом мира, сделать его национальным героем У вас есть какой-то план по этому поводу, Андрей Васильевич? Все от вас зависит Мы сразу к вам придем, чтобы вся страна узнала нашего чемпиона То есть станешь, а потом посмотрим, да? Главное, чтобы стал Главное, чтобы стал Степ-бай-степ, да, нужно все Пока не стоит делить шкуру неубитого Магнуса, поэтому... Согласен Но, кстати говоря, шахматы все равно у нас возвращают потихонечку свою популярность И шахматные школы тоже достаточно часто встречающаяся штука И в шахматных школах сейчас, конечно же, обсуждают вот этот предстоящий матч между Карякиным и Карлсоном Давайте посмотрим, что думает об этом подрастающее поколение Чемпион Европы Эрнест Эйнаркеев Мастер-класс в шахматном клубе начинает с сильных сторон претендента на звание чемпиона мира Отличная дебютная подготовка и динамичная игра помогли Сергею Карякину выиграть важнейшую партию турнира претендентов У главного конкурента Виши Ананда Тогда российский гроссмейстер белыми фигурами избрал пусть и не принципиальную, но хитрую дебютную расстановку И в итоге смог одолеть Мандрасского тигра Именно так называют Ананда На мой взгляд, уже начиная с последнего матча с Анандом, дебют уже не является такой явной слабостью То есть в последние годы даже у него было немало партий, где наоборот, он сам выигрывал по дебюту, что раньше было большой редкостью Но тем не менее, у него осталась такая привычка, скажем так, выходить из сомнительной системы То есть он по-прежнему себе это позволяет Не думаю, что он это будет делать на матче на первенство мира Но, скажем так, пренебрежение некоторое в дебюте у него все же осталось Но явной слабостью я бы это не назвал Школьники предлагают свои варианты ведения атаки в стиле Карякина Пока подрастающие шахматисты, пусть и не всегда находят верные решения Но многие мечтают побить рекорд российского шахматиста Карякин попал в книгу рекордов Гиннесса как самый юный гроссмейстер планеты Высшего шахматного звания он достиг в 12 лет Карлсон стал гроссмейстером, когда ему было 13 Говоря о предстоящем противостоянии, Наркиев признает Для Карякина, так же как и для Карлсона, матч в Нью-Йорке станет тяжелым испытанием на прочность Конечно, Магнус Карлсон показывал более сильную игру все это время И, в общем-то, мировой рейтинг это четко отражает Он первый номер и с большим запасом Не только относительно Карякина, а относительно многих других игроков Но в истории шахмат есть немало примеров Как раз именно матч на переста мира Когда игроки, считавшиеся аутсайдерами матча, андертогами Сумели провести очень большую работу и сильно измениться до неузнаваемости По итогам матча и после этого матча совершенно изменить расстановку в шахматном мире Победить Магнуса Сергея вполне по силам Я не вижу в этом ничего фантастического, невероятного И поэтому все, что я хочу пожелать Сергею Это просто надо сделать то, что он умеет Сыграть в шахматы, как он любит и умеет И мы, конечно же, желаем Сергею Карякину того же самого Сделать то, что он умеет Мы, наверное, вас уже не увидим за ближайший месяц до этого матча Как вы его проведете? Если коротко Есть какой-то план подготовки? Ну почему не увидите? Приезжайте на сборы, потом приезжайте на матч И вы сможете увидеть Ну, в принципе, у меня план простой Вот буквально через 10 дней я улетаю в Майами Там провожу свои последние сборы Оттуда улетаю в Нью-Йорк И у меня будет и акклиматизация, и сборы И я надеюсь, что покажу свою лучшую игру Обязательно Так и будет, мы верим в это Сергей Карякин, претендент на звание чемпиона мира по шахматам В нашем эфире спасибо большое Сергею Шипову Андрею Филатову, которые тоже были с нами Эльмир Мерзоев и Павел Занозин провели для вас этот выпуск программы Реальный спорт Через месяц будем болеть за Сергея Карякина Счастливо, не скучайте До свидания